Даниэль Пеннак, французский писатель, родился 1 декабря 1944 года в Марокко, в городе Касабланка. Отец Даниэля был военным инженером, поэтому детство и юность будущий писатель провел в военных гарнизонах в Африке, в Юго-Восточной Азии. После окончания школы в Ницце пробовал себя в разных сферах, работал резчиком по дереву, таксистом, художником-пиллюстратором. Высшее педагогическое образование он получил во Франции, став школьным учителем литературы во французском городе Суасон. Он проработал в школе для детей, имеющей задержки в развитии 25 лет, и все это время он не забывал о литературе. Получив мировую известность как автор детективных романов для взрослых для своей первой публикации эссе, он выбрал псевдоним Даниэль Пеннак, а настоящее имя писателя – Даниэль Пеначиони. Книги для детей Даниэль Пеннак начал сочинять, когда жил в Бразилии, 1978 года. Там были написаны его знаменитые книги «Собака-пес» и «Глаз волка». «Собака-пес» является одним из наиболее значимых произведений современной французской литературы для детей. Это трогательная история бездомного щенка, который в поисках собачьего счастья проходит путь от мусорной свалки до парижской квартиры и после долгих испытаний осуществляет главную цель собачьей жизни – воспитывает себе настоящего хозяина. «Глаз волка» – философская повесть-сказка, непростая, неоднозначная, заставляющая задуматься о смысле жизни. Это книга о дружбе, о взаимоотношениях человека с миром животных, о счастье, преодолении одиночества, о понимании, об общности всего живого на земле. В 90-е годы Даниэлем Пинаком была написана серия повестей о французских подростках «Приключения Каму». Серия состоит из четырех книг, на страницах которых можно узнать, что такое настоящая дружба, чем живут французские подростки, похожие на любых других подростков в мире, и которым так нужны понимание, любовь и поддержка взрослых родителей. Антипедагическое эссе «Как роман» автора перевернуло все сложившиеся в современной системе образования представления о том, как нужно преподавать литературу, чтобы научить детей любить книги. В эссе автор вывел 10 читательских принципов, которые вскоре обрели название «Декларация прав читателя». В 2007 году Даниэль Пинак написал автобиографическую книгу «Школьные страдания», в основу которой легли его личные переживания двоякого рода, опыт отстающего ученика и продвинутого учителя. Это легкое, изящное, остроумное сочинение в 2007 году было удостоено престижной французской литературной наградой премии Реноду. Произведения автора вдохновляют режиссеров игрового и анимационного кино. Пинак является сценаристом 13 кинопроектов. Он автор сценария мультфильма «Эрнест и Селестина. Приключения мышки и медведя», написанного на основе серии сказок в картинках «Эрнест и Селестина» бельгийской художницы Габриэль Винсон. Мультфильм стал невероятно популярен, получил премию «Сезар». Вслед за фильмом в 2012 году появилась и книга «История Эрнеста и Селестины». Писателя Даниэля Пинака отличает яркая и емкая манера повествования, оригинальный взгляд на жизнь детей и их родителей. Его книги переведены на 26 языков и удостоены литературных премий в разных странах мира.